Первыми на подмосковную базу в Новогорске приехали фигуристки из группы Этери Тутберидзе, во главе с победительницей финала Гран-при чемпионкой Европы минус 2020 Аленой Касторной. Еще на прошлой неделе, заскучавшая по льду Касторная, выставила в Инстаграм ее совместный плакат с Анной Щербаковой. «Всем привет, уже в эту пятницу будет совместная тренировка с собака Анна, подчеркивание, подчеркивание, Шчербакова, подчеркивание, присоединяйтесь, будет интересно», написала Алена. А вот двукратная чемпионка России Анна Щербакова разместила свое фото уже в коньках, в которых она стоит пока на газоне. «Улетаю на каток», подписывает Ане свое фото с воздушными шариками. И действительно, ледовые тренировки будут разрешены только с 1 июня, а пока фигуристы в Новогорске тесты на коронавирус и занимаются оп. Но не дремлют и их конкуренты из Академии Плющенко, куда месяц назад от Тутберидзе сбежали двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и подающая надежда Вероника Жилина. Сам Евгений Плющенко вчера сообщил, что Новогорск как базу для первого сбора он даже не рассматривал. И уезжает 1 июня с Трусовой и другими спортсменами в Кисловодск. А мы все танцуем, но скоро выдвигаемся на спортивные сборы. Есть свет в конце туннеля, написал Плющенко под видео, на котором они танцуют вместе с Яной Рудковской и их сыном. Любопытно, что туда же в Кисловодск едет и команда питерских фигуристов Алексея Мишина, это Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Глеб Лутфулин и Андрей Лазукин. Лиза тоже очень обрадовалась, когда узнала, что скоро можно будет начинать тренировки. Я, когда объявили, что можно потренироваться на льду, поставила радостный смайлик Туктамышева. Расписание соревнований у фигуристов из-за пандемии на будущий сезон еще не сверстано, но уже сейчас понятно, что сезон будет очень напряженным. Интересно, смогут ли девочки, перешедшие к Плющенко, составить конкуренцию тем, которых тренирует Тутберидзе. И чем нас вновь удивит профессор Мишин.